Жители города с нетерпением ждут окончания строительных работ в Парке Победы, одного из любимых мест белореченцев. Реконструкция здесь ведется уже месяц. Новый тротуар по улице Красной – это лишь мало о частях преобразований, которые запланированы в Парке Победы в рамках реконструкции. Первым делом строители приводят в порядок пешеходные зоны. Тротуар, ведущий вдоль парка к управлению социальной защиты, обещают проложить до конца недели. Следующие на очереди – пешеходные дорожки по улицам Таманской армии и 40 лет октября. Впереди масштабные работы на аллее Героев и Центральной площади. Территорию здесь выложат разноцветной плиткой. Пока же в парке монтируют кабели под новое освещение. Часть сети электроснабжения, которые не соответствуют современным требованиям, будет заменена. Параллельно идет обустройство беговой дорожки по периметру парка. 400 квадратных метров дорожного полотна заасфальтировано. Примерно столько же еще предстоит выровнять и покрыть асфальтом. Далее здесь будут укладывать специальное спортивное покрытие – износостойкое и травмобезопасное. Подрядная организация работает и в будни, и в выходные дни, чтобы успеть сделать все запланированное до ноября текущего года. Горожане с нетерпением ждут окончания реконструкции парка Победы. Жителям города приходится терпеть некоторые неудобства, когда все ломается, когда все перекапывается. Но потерпеть ради такого результата стоит. А самое главное – это центральное место города, место, где хранят память о героях. И, в общем-то, я считаю, что это прекрасно, что город становится лучше и лучше. У меня дедушка воевал, один погиб, один инвалидом был, но тоже долго не прожил. Поэтому это место никогда забывать нельзя. И оно всегда должно быть в наших сердцах, и всегда должны о нем помнить, благоустраивать. Напомним, что работы ведутся в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Место отдыха, которое нуждается в благоустройстве в первую очередь, белореченцы выбирали сами путем народного голосования.